Марафон в программе зимнего чемпионата Приволжского федерального округа по легкой атлетике, который впервые прошел в Ульяновском манеже «Спартак», не предусмотрен. Однако для тренера областной школы Оксаны Чижик состязания реально превратились в суперзабег длиной в три дня. На чемпионате ПФО Чижик впервые примерил на себе роль комментатора прямых телевизионных трансляций. Я нахожусь очень близко к участникам соревнований, но, к сожалению, даже когда участвуют мои спортсмены, я не могу им ничего подсказать. Не могу передать своих эмоций, поэтому в этом сложность заключается для меня. А вот для ульяновской бегуньи Натальи Перековой нынешний чемпионат ПФО далеко не первый в карьере. 22 года она уже выступает за сборную области. Многие уже давно записали ее ветераны, однако сама подопечная тренера Владимира Лаврентьева не спешит уходить с беговой дорожки. Вот и в Ульяновске два забега, две медали. Золото на дистанции 400 метров, серебро на 800. Мне удалось принести очки команде в первую очередь. Поэтому рады. Просто, конечно, спортсмены не привыкли жаловаться. Просто за две недели я получила травму. Я эти две недели совершенно даже разминки не делала. То есть вообще было под вопросом мое выступление. Вчера это я просто как бы попробовала первый раз встала. Вообще дистанция 800 метров для хозяев манежа «Спартак» стала одной из самых медальных. Например, в соревнованиях среди юношей до 23 лет победу одержал Никита Егоров, сын и воспитанник известной ульянской бегуньи Татьяны Егоровой. Примечательно, что результат Никиты оказался выше, чем у победителя среди мужчин, еще одного ульянца Сергея Хваткова. Этот забег получился очень драматичным. Подопечный тренер Владимир Лаврентьев переиграл соперников тактически, вырвав победу на финишной прямой. Я уже не первый раз выезжаю на ПФО. Мне нужно было доказать самому себе в первую очередь, что я еще могу, что еще все впереди. На два дня растянулись соревнования семиборцев. Универсалов, которые бегают в спринт и стаирские дистанции, толкают ядро, прыгают в длину, высоту и даже с шестом. Одним из главных претендентов на победу назвали ульяновца Артема Гончарука. Интрига состязаний жила до экватора. А затем подопечный тренера Юрия Жулькова выиграл спринт с барьерами, вышел на первое место в общем зачете и удержал лидерство в прыжках в шестом и беге на тысячу метров. Я кайфую вообще неимоверно просто. А ребята, с которыми выступают, Татарстан вообще красавчики, вонлаж просто. Потому что когда вместе мы выступаем, мы всегда друг друга поддерживаем и работаем вместе, как бы кто-то друг другу подсказывает по чем-то. То есть мы не соперники такие прям, а мы прям, ну, партнеры, коллеги. В целом сборная Ульяновской области на домашнем чемпионате ПФО вошла в число лучших в командном зачете. Этому в том числе способствовали быстрый Никита Степанов, победивший на дистанции 2 км с препятствиями, и, конечно, стремительный Игорь Образцов, сильнейший на сегодня спринтер всей России. Свою коронную дистанцию 60 метров он выиграл с рекордом манежа «Спартак». Михаил Сашанский, Новость Улправда ТВ.